доброе утро дорогие подписчики сегодня 14 февраля день всех влюбленных с чем я вас и поздравляю у нас наступили настоящие холода хотя сегодня достаточно солнечное утро и снега у нас здесь варениковской нету хотя вон она по вчера просто засыпала снегом я скидывала вам фотографии потом покажу видео как это было вчера потепление к сожалению нам не обещают еще очень очень долгое время я смотрела прогноз погоды практически на месяц ближайшие две недели будет стабильный минус но сегодня я хотела с вами поговорить не совсем о праздничной теме о нашем дачном туалете который построили наши мужчины сравнить немножко цены рассказать вам во сколько он нам обошелся и можно было бы сэкономить если бы мы его купили уже готовый давайте посмотрим итак вот такой туалет получился у наших мужчин он достаточно большой где-то метр сорок наверное он в длину и метр двадцать в ширину на крыше шифером положили они шифер все уже тоже там внутри пытаются облагородить здесь хотим еще положить линолеум он папа вчера сделал полочку и обшил пенопластом было у нас два листа пенопласта обшил чтобы не задувало еще вот нужен один с этой стороны он хочет какие у нас еще здесь работы конечно предстоят здесь мы хотим его весь обработать ну как бы от грибка не знают насекомых как правильно сказать и еще хотим его покрасить вот такой вот он у нас получился давайте начнем с того зачем вообще он нужен многие задавали этот вопрос ведь в доме есть туалет поверьте в доме ты проводишь не такое большое количество времени как на улице и постоянно бежать в туалет да и вообще мужчины как-то больше предпочитают уличные туалеты конечно вся грязь с огорода тащится в дом это не очень удобно бегать тоже неудобно ну и наверное что я рассказываю как бы наверное все должны понимать зачем нужен уличный туалет в частном доме еще как одна из причин это конечно нагрузка на септик чтобы разгрузить разгрузить септик лишний раз не смывать почему мы его поставили в начале огорода спрашивают тоже многие во первых здесь у всех они стоят начале огорода это удобно недалеко бежать от дома из огорода ну то есть практически вот он посередине стоит никто не загоняет свой туалет в дальний угол подальше так сказать от соседей ну всех у всех соседей абсолютно точно также стоит туалеты по этой же линии и мы не стали особо выделяться тоже поставили здесь с соседями все было оговорено так что не переживайте я думаю вот практически за нашим туалетом я не буду конечно показывать соседский участок стоит их туалет поэтому все под контролем у нас но теперь давайте вернемся к финансовой части вопроса сколько же он нам обошелся зашла с улицы домой нос красные руки замерзли пока держала телефон так давайте посмотрим во сколько же нам обошелся наш туалет и что нам предлагает допустим то же самое авито или наши местные магазины в общем получилось ли у нас сэкономить на этом всем мероприятии сейчас я вам расскажу и заодно покажу как проходила наша стройка потому что давно я уже ничего такого вам не показывала давайте смотреть начнем с самого начала вот такую двухметровую яму выкопал у нас наш дедушка туалет был установлен на вот такие железобетонные колея которые остались от септика как вы помните мы ими закладывали как раз септик и пошла работа закипела можно сказать работали они быстро наверное дня за три неполных не они установили вот сам карман можно сказать весь туалет и потом уже пошла отделка делали дверь прикручивали ее конечно работа длилась не целыми днями с перерывами на другую работу которую я вам тоже освещала вот за нашим новым туалетом остался старый его уже убрали закопали яму она там была не такая большая и вот здесь видно как у папы кипит работа это как раз был тарасским день рождения я вам его снимала сзади тарасик сидел рыбачил а дедушка здесь работал я немного ему помогала где-то что-то придерживала изначально я даже не задавалась тем вопросом что можно купить готовый туалет но вчера когда мы с мамой сели подсчитывать сколько же нам денег сколько у нас денег ушло на этот туалет я открыла авито и посмотрела значит самый дешевый и маленький вариант уличного туалета это был где-то по моему метр на метр но он совсем малюсенький восемь семь тысяч можно найти но естественно это без колеев на которые его нужно установить на авито конечно есть разные варианты есть и большие уличные туалеты и есть с окошками и даже такие можно сказать двухкомнатные но это уже от 12 до 25 тысяч вот такая стоимость ну естественно только вот за каркас также мы посмотрели туалеты в наших магазинах станицы варениковской хозяйственных там была стоимость тоже они маленькие метр на метр в одном магазине семь с половиной в другом по моему девять с половиной но он обшитый был утепленный по моему двп если я не ошибаюсь пристройки этого туалета были использованы подручные материалы что-то у нас осталось от разбора старых сараев какие-то неплохие доски они тоже были задействованы что конечно уменьшило стоимость туалета и так давайте теперь конкретно по стоимости я не смогу назвать вам размер досок которые мы покупали а только их стоимость потому что я не совсем конечно в этом разбираюсь на доски покупные из магазина у нас ушло 2000 рублей это было две доски по 800 рублей такие толстые большие и одна потоньше за 400 рублей еще мы покупали поддоны 10 поддонов по 100 рублей вот плюс еще 1000 рублей вы видели как наши мужчины их разбирали по нашим подсчетам с поддонами вышло дешевле чем бы мы покупали доски в магазине железобетонные коли у нас были но когда-то мы их тоже покупали по 150 рублей за штуку на туалет их ушло две штуки само сидение это 500 рублей шифер у нас был поэтому мы его не считаем и остальные расходники такие как крючки ручки гвозди давайте запишем рублей на 200 линолеум пока у нас идет обрезки ну мы еще будем застилать линолеум в доме у родителей на кухне поэтому надеюсь что отдельно его не нужно будет в туалет покупать также еще нужно будет купить средства для обработки от грибка и краску но это еще в будущих расходах давайте их считать пока не будем и того туалет пока нам обошелся в 4000 рублей но еще раз говорю что это не конечные затраты конечно кто-то скажет возможно было проще купить туалет да наверное но поскольку все-таки мы стараемся экономить я считаю у нас это получилось ну а теперь давайте отвлекемся от темы нашего туалета и посмотрим какая новогодняя сказка вчера была в анапе по градусам было по ощущениям минус 5 достаточно холодно и ветрено но очень красиво кира даже успела покататься на санках и когда мы думали что приедем к нам в станицу варениковскую и будет такая же картина мы ошибались приехали а у нас снега уже не было и и и Субтитры создавал DimaTorzok